здравствуйте дорогие телезрители телеканала афонтова и конечно подписчики канала на ютюбе голова садовой тети тани вот расслабилась слегка но очень хочу до вас донести смысл того что вы делаете у себя на огородах когда вносите удобрения вы должны точно знать зачем для чего и как это сделать правильно следующее удобрение будет сульфат аммония сульфат аммония это серно-кислый аммоний аммонийная соль серной кислоты вот так все сложно в химии но вы не парьте себе голову запоминайте что аммонийная форма вот этого удобрения позволяет ему быть совершенно безопасным для нас для человека оно не слеживается оно не поддается разрушению от климатических там всяких неприятностей то есть оно прекрасно себя ведет при перекопке а поскольку оно не токсично для нас естественно вот сульфат аммония используют даже для хлорирования воды представьте себе если вы пользуетесь вот таким удобрением вы должны помнить что здесь в составе не только азот аммоний да вас наводит на мысль да а азот аммонийная соль но еще и сера есть в составе и не только эти вещества и это удобрение как нельзя лучше подходит для того чтобы помочь растению выжить даже если там одна зеленая клеточка осталось ну примерно как мочевина только мочевина все-таки очень злобное удобрение а вот сульфат аммония нет и почему вот сейчас вы узнаете вот посмотрите как она выглядит видите прям на соль похоже замечательно просто ну я уже говорила что она не токсично она прекрасно растворяется в воде и поэтому может использоваться и для подкормки жидкой под корень и для вне корневой подкормки то есть по листьям учитывая что это удобрение выпускается вот в такой вот форме очень легко вносить его в почву если вы хотите избавиться от лишнего проволочника на своем участке сульфат аммония используется в количестве две столовых ложки на один квадратный метр примерно вот такая горсть на один квадратный метр она по поверхности рассыпается и вносится верхний слой если у вас при том как вы вносите не получилось как-то ровно его распределить не переживайте она очень быстро растворится и как бы займет вот все ниши в почве куда вы его внесли кстати сказать она не вымывается дождями и его вот эта форма аммонийная дает возможность растению не накопить нитраты представляете себе не важно сколько вы его внесли вот тут даже особых ограничений нету но нитратов ваших овощах и плодах не будет и к качество плодов также улучшится и уже мы говорили про амофос и вот это вот сульфат аммония эти удобрения помогут увеличить урожай на 20 40 процентов хочу сказать про картофель если вы будете пользоваться моими добрыми советами да и если внесете ну вот такая горсть на квадратный метр это где-то порядка до 40 грамм здесь наверно то ваш картофель вряд ли будет болеть сердцевинной гнилью и паршой и независимо от того даже от количества удобрения если честно картофель нитратов не накопит это однозначно но вот при внесении такого удобрения под капусту вы должны помнить что его количество должно быть несколько ограничено может быть там 10-15 грамм на квадратный метр потому что вы внесением если это очень рано весной да очень рано перед посадкой капусты это будет хорошо 10-15 грамм то есть это ну такая полная чайная ложечка этого достаточно иначе вы внесением не вовремя спровоцируете рост зеленой массы у капусты который ей в принципе не нужен достаточное количество листьев 9 и она начинает завивать вилок а вот все овощи листовые и пряновкусовые травы это пожалуйста потому что там как раз нужен рост зеленой массы поэтому всегда думаем включаем голову что для картофеля да для вот как бы остальных надо крепко подумать вносить или не вносить конечно если вы внесете огромное количество под лук что вы получите хорошее конечно перо а что плохое конечно луковица будет маленькая поэтому вносить надо но всегда включая свой разум и говоря себе остановись таня много взяла нельзя столько я думаю что вы прекрасно это понимаете конечно все это химические удобрения но без них тоже никак не обойтись я то вот например категорически против навоза и перегноя там кислый азот в такой кислой форме что страдают все особенно растения которые его не любят хочу сказать что если вы хотите как-то подогнать растения и уже через две недели у вас уборка какого-то там до зеленая масса чего-то ну пусть это будет даже салат за две недели до уборки зеленых растений то есть вот зеленой массы это и лук это и щавель может быть прекратите такие подкормки потому что вот именно в зеленой массе в листьях может накопиться и нитрат растения так себя ведет вот в корнеплодах нет а вот зеленой массе да поэтому очень аккуратно и осторожно со всеми удобрениями ну на этом мы про сульфат амбония закончим я думаю что вам все это понравится и рано весной и поздно осенью я покажу как все это закапывать сейчас очень грязно такой ливень прошел ну просто невероятный а мы с вами прощаемся ненадолго и следующая программа тоже будет про удобрения